Настойка из мухоморов на спирту для суставов Видео по теме – лечебные свойства гриба Если человек, собирая грибы, нечаянно прихватит мухомор и съест его, то ему гарантирована тяжелая интоксикация ядовитыми веществами гриба, а при значительной концентрации, даже летальный исход В мухоморе содержатся такие токсины – и ботиновая кислота, мускозон, мускарин Тем не менее, употребление мухомора может иметь для человека не только негативные последствия Гриб еще может выступать и в качестве лечебного средства Современные фармацевтические компании даже научились извлекать из сырья токсические вещества и превращать их в полезные Мухомор в народной медицине известен давно Его используют в качестве одного из компонентов для лекарственных настойкой мазей Можно применять гриб и при заболевании суставов Поскольку средство является наружным, то оно не повредит организму, но поможет вылечить суставы Мухомор в незначительной концентрации поможет справиться с воспалительными заболеваниями Также гриб обладает обеззараживающими свойствами И даже может бороться с опухолевыми новообразованиями Свойства этого гриба уникальны Во-первых, он относится к крайне ядовитым грибам, и при работе с ним необходимо быть аккуратными Во-вторых, гриб хотя и не используют в пищевой промышленности, но его применяют для изготовления лекарственных средств В данном случае большое значение для больных имеет дозировка вещества, а также условия произрастания гриба Если собирать грибы в экологически чистой зоне и правильно обрабатывать, то они станут полезными и войдут в состав многих целебных Настоев, мазей, которые не только способны лечить заболевания, но и укреплять иммунитет человека Народная медицина использует мухомор при следующих заболеваниях Для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, мышц и суставов В терапии нервных болезней, при судорогах, эпилепсиях, при головной боли, мигрени, для устранения кожных проблем Экземы, дерматита, для очищения кожи от попилом и бородавок Мухомор обладает целебными свойствами, психотропным действием, способен активизировать работу головного мозга, снижать интенсивность болевых ощущений, ускорять обменные процессы в клетках человеческого тела, приближая выздоровление Также грипп способен ускорять заживление ран и активизировать обновление клеток крови Но все это возможно только в том случае, если будут соблюдены правильные пропорции лечебных компонентов Правила сбора для лечения при помощи мухомора нужно очень внимательно соблюдать пропорции, а в процессе терапии постоянно консультироваться с врачом Он подскажет оптимальный способ применения настойки из гриба Важно! Не стоит собирать грибы возле автомобильных дорог Здесь они кроме собственных ядов активно впитывают и промышленные выбросы продукта сгорания бензина Сырье для приготовления отваров и настоек должно быть высокого качества Народники советуют соблюдать следующие рекомендации при сборе грибов Срезать только здоровые грибы, на них не должно быть признаков Гнение и других повреждений при сборе нужно пользоваться перчатками После сбора грибов перчатки утилизируют, а ножи тщательно Моют посуда, в которой будет готовиться спиртовая настойка, должна быть стеклянной и легко мыться Лучше всего использовать ее исключительно для приготовления средства с мухомором Лечение суставов Настойка из мухоморов для лечения суставов – отличное средство избавиться от боли Гриб для проблем с суставами является одним из самых популярных рецептов, ведь он заслуженно является одним из лучших средств народной медицины Яды, содержащиеся в мухоморе, благотворно влияют на ткани и снимают воспаление, а также тормозят дегенеративные процессы в хрящевой ткани Активные вещества проникают через кожный покров, стимулируют кровообращение и регенерацию клеток, а также метаболические процессы В результате улучшается восстановление соединительной ткани, хрящей, устраняется отечность мягких тканей в суставах и уходит воспаление Лечение настойкой ядовитого гриба на водке будет эффективным при следующих заболеваниях – артриты любого происхождения, растяжение Связок, ушиб, ревматоидный артрит, артроз, подагра, ревматизм – для скорейшего восстановления тканей после переломов Использовать настойку для лечения суставов нельзя пациентам до 16-летнего возраста Рецепты в народной медицине Есть несколько эффективных рецептов, которые помогут избавиться от боли в суставах именно при помощи настойки из ядовитого гриба Все рецепты можно осуществить в домашних условиях, они несложные, однако чрезвычайно важно контролировать качество сырья и выбирать Исключительно свежие, без гнили мухоморы из чистой зоны Средства из мухомора можно делать в виде настойки, мази или пасты, все они будут эффективными против суставной боли Мухоморы должны быть отобраны только здоровые, без гнили для первого рецепта понадобится собрать свежие грибы и уложить их в Литровую банку, плотно утрамбовав Банку накрывают крышкой или пленкой, чтобы туда не проникал воздух, и ставят хранить на 30 дней в сухое темное место Народники советуют закапывать банку в землю так, чтобы над поверхностью оставалась только верхняя часть там, где крышка Через месяц, когда грибы пустят сок, его сливают и разбавляют один к одному водкой Средство используют для растирания или компресса два раза в день на больной сустав Второй рецепт настойки из мухоморов на спирту готовится быстрее, поэтому его выбирают пациенты с сильными суставными болями, чтобы Как можно быстрее их снять? Грибы необходимо измельчить и утрамбовать в стеклянную емкость Сырье кладется в холодильник на три дня После пройденного времени грибы пускают совсем немного сока, поэтому их заливают водкой так, чтобы она покрыла их сверху еще на один сантиметр После этого средство настаивают уже в комнате при нормальной температуре еще две недели Третий рецепт настойки самый быстрый Приготовление лекарственного средства займет около 15 минут Грибы необходимо измельчить до состояния кашицы, после чего их выкладывают на марлю и выжимают сок Его необходимо в равных пропорциях перемешать с водкой или спиртом Средство применяют как растирку или компресс на пораженный сустав При возникновении сильного жжения можно снизить концентрацию спирта и добавить в настой немного воды Получить грибной сок можно не только при выдерживании грибов Их можно и положить под пресс Грибы необходимо нарезать на кусочки и положить в емкость придавив тяжелой крышкой Сок на мухоморах появится уже на третий день, после чего можно его сливать и смешивать с водкой или спиртом в одинаковой пропорции Настойка готова к применению в качестве компресса или растирки больных суставов Совет! Настойку мухомора используют не только для компрессов и растирок, лекарства можно добавлять в другие формы и получать не менее эффективные средства Настой можно смешивать с вазелином или добавлять в растительное масло, топливное сало, после чего полученную жижу втирают в поврежденные суставы Очень нежным средством получается настой мухомора, добавленный в густую сметану Полученным средством можно обрабатывать суставы при артрите Если же человек собирает сок из грибов при помощи гнета, то народники не рекомендуют выбрасывать использованное сырье Сок сливают и разбавляют со спиртом, а вот сами грибы можно выложить на пораженную сосуд, после чего сверху накрыть тканью, пропитанной В настойке из грибов и водки Такая водочная аппликация утепляется и выдерживается на суставах не менее получаса Рекомендации по применению и противопоказания Пользование водочной настойкой мухомора имеет свои особенности ввиду сильной токсичности основного компонента Несмотря на то, что мухомор является мощным противовоспалительным средством при суставных патологиях, он для некоторых людей выступает в роли сильного аллергена Поэтому у пациентов, склонных к аллергическим реакциям, применение настойки из мухомора нежелательно Для всех остальных пациентов необходимо проводить аллерготест, нанеся небольшое количество средства на предплечье в течение получаса Пронаблюдая за кожной реакцией Использовать настойку можно только в том случае, если на коже не появился зуд или другие проявления аллергии Если на коже появилась аллергическая реакция, компресс больше делать не нужно у некоторых пациентов, если есть противопоказания Могут возникнуть побочные реакции при использовании настойки из мухомора в большом количестве Негативной реакцией обычно становится кожная аллергия, поэтому народники при использовании средства настаивают на таких ограничениях Не использовать мухомор для лечения беременных женщин, не применять у детей до 16 лет, не лечиться мухоморов во время лактации Запрещено использовать настойку при заболеваниях мочевыводящей системы, сердца и сосудов Действие настойки мухомора основано на раздражении рецепторов, тканей и ускорении метаболизма в пораженной зоне Если есть противопоказания к лечению именно этим средством, расстраиваться не стоит, так как лечебные свойства, подобные мухомору, имеют и другие снадобья Поэтому можно смело заменить водочный настой мухомора иным лекарственным средством Отзывы при желании использовать настойку из мухоморов можно почитать отзывы пациентов, которые уже сталкивались с этим средством и применяли Его на практике Елена Николаевна, 47 лет, пользовалась настойкой из мухомора для реабилитации после перелома руки Долго болел поврежденный сустав, тянуло мышцы, а после серии компрессов с мухомором стало намного лучше Евгений, 56 лет, мне компрессы с мухомором помогли избавиться от артроза Я им страдаю более 10 лет и перепробовал много средств Самым эффективным, по моему мнению, является мухомор Он устраняет боль, снимает скованность в суставе и дает возможность активно двигаться Сергей Васильевич, 68 лет, давно страдаю ревматоидным артритом, да еще и подагра обострилась Растирал косточку настойкой из мухомора К концу первой недели отек прошел и боли стали намного меньше Продолжаю лечение и дальше Средство с мухомором станет эффективным в борьбе с суставными патологиями, если его правильно приготовить Большинство рецептов несложные, а применение мухомора не отличается от других компрессов и растирок Тем не менее, лечиться этим грибом нужно крайне осторожно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова